Самым простым и эффективным упражнением для грудных мышц в домашних условиях считаются отжимания. И это действительно так. Отжимания прекрасно включают в работу грудные мышцы, трицепс и переднюю плечевую дельту. Но самыми эффективными отжиманиями для развития грудных мышц являются не классические, а от стульев. Дело в том, что они являются наиболее полноамплитудными. Если в обычном варианте опуститься глубже вам мешает пол, то при варианте на стульях таких ограничений уже нет. И в нижней точке вы можете растянуть грудные мышцы лучше всего. Именно поэтому, кстати, жим гантель для развития грудных мышц считается лучшим упражнением, чем жим штанги лежа. И его, кстати, тоже можно выполнять в домашних условиях. Все дело в той же амплитуде движения. И по ощущениям вы почувствуете, что грудные работают более эффективно именно в варианте отжимания от стульев. Следующее упражнение это отжимания на брусьях в грудном стиле. По сути оно очень схоже с теми же отжиманиями от стульев. Но здесь немного иная амплитуда и грудные мышцы растягиваются под другим углом. Эти упражнения прекрасно дополняют друг друга. При этом очень важно отжиматься именно в грудном стиле, а не когда вы осуществляете работу только за счет трицепса. Следующее упражнение самое необычное, но, пожалуй, одно из самых эффективных. Это разведение на кольцах или каких-то подобных тренажеров. Дело в том, что во всех видах отжиманий вместе с грудными мышцами работает и трицепс. Здесь же это исключено, и всю нагрузку забирает именно грудь. По сути это аналог разведения гантель-лёжа. А разведение гантель-лёжа считается одним из лучших упражнений для грудных мышц. Именно о разведении гантель наиболее положительно отзывался Арнольд Шварценеггер, постоянно подмечая, что именно это упражнение он никогда не смог бы заменить ничем другим. И разведение рук на кольцах или других подобных тренажерах действительно очень круто развивает грудные. И если в домашних условиях у вас нет гантель, то вы вполне можете заменить их кольцами или подобными тренажерами, так как стоят они уже гораздо дешевле. На видео я выполняю это упражнение на кольцах, и это самый простой вариант. Такие кольца продаются во многих спортивных магазинах или их можно заказать на том же Алиэкспресс. Есть ещё другие варианты. Это не совсем кольца, а больше ручки. Стоят такие штуки уже гораздо дешевле, но по функционалу её, думаю, не хуже. Просто кольца пришли к нам из гимнастики, а затем постепенно перешли в кроссфит. Выходы силы на кольцах и всё такое. Для таких элементов какие-то ручки точно не подойдут. Но если рассматривать вариант именно для домашних тренировок, то я думаю, что ручки будут даже проще. И с кольцами, и с ручкой можно делать множество разных движений на спину, руки и другие мышцы. А крепятся они или на любой турник, или на анкерные болты, вкрученные в потолок. Если же будете брать кольца, то смотрите, чтобы диаметр ручки был не менее 28 мм, а лучше 30 или 32. Имеется в виду ширина кольца. С такими кольцами работать куда удобнее, так как они меньше врезаются в руки. Ссылки на несколько интересных вариантов и ручек и колец я оставлю в описании к ролику. Там же вы найдёте ссылки на все мои программы тренировок, рекомендации по спортивным добавкам и мой телеграм-канал. А с вами был Александр Добромиль. Пока!